МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня у нас пятница, а значит, у нас большой выпуск новостей в студии Рашид Ильясов. И вот о чём мы расскажем сегодня. Ипотечникам помогут, а деятельность коллекторов ограничат... Банк приостанавливает, требует, не вправе, требует. Что сулит казахстанцам обновлённый закон о банках? Кенийские казахстанцы. Зачем в стране африканские бегуны? И почему натурализация по-прежнему один из двигателей отечественного спорта? Оскорбление, шантаж и угрозы. С нецензурной брани, с угрозами, чтобы я платила сумму единым платежом. Казахстанцы забрасывают национальный банк с жалобами на коллекторов о противостоянии заёмщиков и сборщиков. Ильза Тахчурин. Откровение Медведева и обещания Сагентаева. Мы деньги приготовили, я сразу вам скажу. Как в Алматы пытались сформировать цифровую повестку в эпоху глобализации? От Караганды до Ак-Тубе. Волна подростковых войн прокатилась по Казахстану, о чём попросили взволнованные депутаты премьер-министра. Опасный обед. Санэпидемиологи в Алма-Аты выявили ряд нарушений в точках общественного питания. Были превышения микробного числа, а также посуда была загрязнена бактериями. Бактерии и микробы были обнаружены в популярных блюдах. Сатанат Ширай подробнее. Лучшие зарубежные умы призвал переезжать в Казахстан Бакаджан Сагентаев. Премьер приглашает их в Астана-Хаб, центр инноваций страны. Жильё и гранты, по его словам, предоставляются. К тому же появится возможность усилить знания. В столице вскоре откроется IT-университет, второй по счёту в Казахстане. Меняется и школьная программа. Информатику теперь преподают с третьего класса. Все эти достижения республики Сагентаев озвучил в Алматы на полях форума, посвященного цифровой экономике стран ЕС. Президент поставил задачу, что у нас должны быть высокопродуктивные по 20 колледжей в каждом городе, то есть в каждом областном центре, по 10 университетов ведущих. И все силы сейчас будут брошены на это. Президент поставил задачу перед проектом довести уровень финансирования науки и образования до 10% от ВВП. То есть мы понимаем, что если мы дальше будем двигаться, если нам нужны технологии и всё остальное, цифровизации, мы должны вкладывать. В целом, в ближайшие 6 лет доля цифровых услуг достигнет 95%. Есть чем похвастать и Дмитрию Медведеву. Глава правительства России в прошлом году, напомню, призвал копить деньги на внедрение технологий. Собственно, средства на эти цели соседи уже приготовили. Заложили пятилетний бюджет в 30 миллиардов долларов. Медведев также поделился с коллегами своими впечатлениями от поездки в беспилотном авто, программу управления, для которого разработали российские умы. Хотя, там есть, опять же, два варианта. Один, который с рулём, за который можно всё-таки схватиться, если что-то пойдёт не так. А вот другой автобус, на котором мы ехали с коллегами, он был абсолютно без драйвера. Вот. И так, в общем, к этому надо привыкнуть. Но это, скорее, эмоциональная составляющая. Знаете, что на следующий форум принято? Поняли? Да, но по закрытой территории пока. Российские специалисты также разработали и предложили внедрить евразийские интернет-ресурсы в сфере образования, науки, культуры и туризма. Ведь интеграция, как подчеркнули делегаты форума, сделает нас конкурентоспособными на мировом рынке. И в завершение пленарной сессии форума был заключён меморандум о сотрудничестве между технопарками стран ЕАЭС. Подписание документа засвидетельствовали премьер-министры. А в чём наша свидетельская функция? Я не понял. Вы должны засвидетельствовать. Стать свидетелями подписания. Устали. Можно сразу составить себе психологический портрет каждого подписавшегося попозже. Надеюсь, что подписи будут уходить в прошлое. В форуме приняли участие главы правительств стран, участниц ЕАЭС, международные эксперты в сфере информационных технологий, представители международных организаций политики, учёные и бизнесмены. Организовало мероприятие Министерство информации и коммуникации Казахстана. Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС неуклонно растёт. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные порталом LSM-KZ. Среди регионов на рекордную сумму наторговал Алматы, а республиканский показатель в прошлом году превысил 17 миллиардов долларов. И вот как раз на долю мегаполиса приходится свыше трети от этой суммы – 4,7 миллиарда. Со значительным отставанием далее следует Карагандинская область и Астана. Что касается экспорта, то здесь дела обстоят гораздо скромнее. Чуть больше 5 миллиардов выручила страна, а главными казахстанскими поставщиками для стран ЕАЭС является Карагандинская и Павлодарская области. Наращивает объёмы и Алматы. О росте товарооборота внутри ЕАЭС говорили на заседании Межправительственного совета. Цифры, по мнению премьер-министров, собравшихся в Алматы, можно улучшить в разы. Например, благодаря подписанному сегодня соглашению о судоходстве. Документ позволит транспортировать уголь по артериям России. Обо всём по порядку. Жанна Хабдулхабар. За 4 часа премьер-министра обсудили 15 вопросов, причём большую часть за закрытыми дверями, без прессы. Зато итогами прошлого года делились охотно, ведь интеграционные процессы крепчают, а внутри ЕАЭС остаётся всё меньше спорных вопросов. Прорывно можно назвать прошедший год в части формирования общего рынка алкогольной и табачной продукции. Принят технический регламент о безопасности алкогольной продукции, работа над которым велась на протяжении 9 лет. Практически завершена работа над соглашениями о принципах налоговой политики в области акцизов на алкоголь и табак. Детальнее план работы в наступившем году выглядит следующим образом. Бахаджан Сагентаев остановился на создании дорожной карты, отметил необходимость разработки единого механизма пенсионного обеспечения. А гости в свои выступления начинали с благодарности Казахстану за радушие и безупречную организацию. В 2018 году цифры ещё не полные за год, но объёмы взаимной торговли между нашими странами увеличились почти на 12%. Но при этом торговля с третьими странами возросла на 21%. В 2017 году была другая пропорция. Рост взаимной торговли на 27%, внешней торговли на 24%. Добрый вечер. Харлык Кеш. Вот, надо не забывать нам практиковаться в казахском языке. Хочу всех ещё раз поприветствовать, поблагодарить, конечно, наших товарищей из Казахстана за хорошую организацию нашей встречи и за очень комфортную и дружественную атмосферу, которую мы всегда получаем здесь, в Алма-Ате. Как отметил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, бизнес активно пользуется преференциями, созданными благодаря работе Совета. Прорывом и настоящей первой ласточкой стал проект о маркировке меховых изделий. Для наведения порядка тот же механизм применим и с другими товарами. Мы тоже выступили с целым рядом предложений, в том числе по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, по запуску системы денежных переводов, по совершенствованию механизмов распределения сельхозтоваров, продуктов питания. Следующее заседание назначено на конец апреля-начало мая. Оно состоится в Ереване. Напомним, Армения в этом году председательствует в Совете. Жанна Хаббулхабар, Мурат Айжанов, Телеканал Алматы. Со следующей недели вступит в силу поправка, внесенная в закон о банках. Новая норма позволит заемщикам самим продавать залоговое имущество и погашать кредит. Сейчас у людей такого права нет. Банк сам занимается реализацией залога. В финансовых тонкостях всю неделю разбиралась моя коллега Рамина Макаримова. Она присоединяется к нам в студии. Рамина, приветствую. Расскажи нам о норме и о ее подробностях. Добрый вечер, Рашид. Да, действительно, эта норма позволит заемщикам самому найти покупателя, который предложит лучшую цену. Но это, кстати, далеко не единственная принятая поправка. Также установлен максимальный период просрочки, за который банк вправе требовать уплаты вознаграждения за пользование кредитом. Свыше этого срока выплачивать вознаграждение заемщику уже не придется. Если у заемщика по ипотечному займу имеется просрочка более чем 180 подряд календарных дней, то по истечению этих 180 дней начисленные банком вознаграждение оно не взимается. Банк приостанавливает требования. Не вправе требовать, допустим, клиент обращается в банк за суммой, за займом, за судой, как раньше называли, допустим, в сумме миллион тенге. Ну, это кутрирует в качестве примера. За пользование этими деньгами заемщик уплачивает какую-то сумму. Вот эта вот сумма, это и есть вознаграждение. Вознаграждение выражается в процентах. За пользование, допустим, миллион тенге банк будет требовать с заемщика вознаграждение в размере, ну, допустим, 15% годовых. Упомянули в регуляторе и о незаконных комиссиях. Они фигурируют не только в ипотечных договорах, но и при заключении обычного потребительского займа. В 2018 году также в перечень комиссий было внесено изменение, предусматривающее запрет на установление комиссии за введение банковских счетов, связанных с ипотечными операциями физических лиц, с ипотечными займами. И вот начиная с 2018 года комиссии за введение счетов, связанных с ипотечными займами, не взымается. В числе тех, кто уже вернул незаконные комиссионы, Ляза Тумарова. Женщина брала кредит 4 года назад на строительство дачного домика. Платила всегда в срок. В итоге, помимо основной суммы и банковских процентов, выплатила еще 432 тысячи за введение судного счета. Женщина рассказывает, что много раздумывала, прежде чем обратиться к юристам. Я очень долго думала. Думала, это очередной какой-то, как говорится, кидальный вариант. Но оказалось, что нет. Мы заключили договор сразу же. И я ждала 5 месяцев. Правда, эти 5 месяцев я тоже сидела, как говорится, на пороховой бочке. Но, тем не менее, я довольна результатом. Я получила 485 тысяч. То есть это мои госпошлины, которые я оплачивала. В юридических компаниях наплыв клиентов каждый день. Только в этой фирме за два года вернули заемщикам 256 миллионов тенге. Специалисты говорят, что казахстанцы сильно закредитованы. И в особенности жители Алматы и Алматинской области. На них приходится 40% всех займов. Во времена кредитного бума, рассказывают юристы, люди повально брали деньги в банках, не вчитываясь в условия договора. В результате переплачивали миллионы тенге. У некоторых комиссии достигали суммы самого кредита. У нас на практике был клиент, у которого сумма займа была 3 миллиона. Выдана она была на 5 лет, на 60 месяцев. Сумма комиссии состояла 1% от выданного займа. То есть клиент взял кредит на 5 лет, на 60 месяцев. И если 1% это будет 30 тысяч, умножаем на 60 месяцев, у него сумма комиссии получается 1 миллион 800 тысяч тенге. Такие юридические компании берут на себя всю работу по возврату денег за определенный процент от суммы, которую удастся выбить с банка. От клиента требуется лишь выписать доверенность на представление его интересов в суде и ждать от 2 до 6 месяцев, пока закончатся судебные тяжбы. Но чтобы кредитные дела не доходили до суда, специалисты советуют щепетильно читать каждую строку договора. И особенно пункты, прописанные мелким шрифтом. Говорится, что есть какие-то там на одной странице основные условия, базовые. А остальные условия, они прописаны, допустим, в газете «Казахстанская правда», которая вышла, там номер издания за 2006 год. Вот. И вот эта газета «Правда», она уже, наверное, сохранилась в одном экземпляре в библиотеке Пушкина. Ее можно там найти. И то, возможно, ее уже там не найти. Поэтому это тяжело прояснить, какие в итоге условия. Поэтому, ну, так бывает, да. Это было в вашей практике? Да. Ну, бывает, что условия прописаны на сайте. То есть это тоже надо где-то на сайте найти. Причем это спрятано где-то глубоко-глубоко и очень тяжело найти. Эксперты подчеркивают, что люди сейчас берут кредиты, не задумываясь, особенно онлайн. И лишь по ежемесячным выплатам начинают понимать, что переплачивают по 100, 200, а то и 300 процентов по займу. У некоторых микро-онлайн займов ставка может быть до 2000 процентов годовых. Вот. Соответственно, как бы мы считаем, что это не совсем справедливо, да. Не совсем справедливое явление, да. И запустив проект «Антидолг КИЗ», мы практически все иски выиграли наших клиентов в суде. В первую очередь по микрозаймам свинтили все сверхдоходности. То есть не 2000 процентов, а только делали возврат основного долга. И там основной долг плюс 56 процентов. И напоследок приведу статистику. В прошлом году 7 миллионов 200 тысяч казахстанцев оформили кредиты на 3 триллиона тенге. Средний чек составил 411 тысяч. Большое спасибо, Рамина. Напомню, с нами в студии была моя коллега Рамина Макаримова. А пока казахстанцы продолжают жаловаться на коллекторов. По итогам прошлого года в Нацбанк поступило 240 обращений. Претензии все те же. Частые звонки, угрозы, унижения, возрастающая в геометрической прогрессии сумма задолженности. Хотя финрегулятор пытается очистить рынок. Сформирован даже черный список коллекторских агентств. В нем 5 компаний. Их деятельность остановлена навсегда. Кто и как выбивает долги, выяснял Эльза Токсюрин. Классическая история. Оформление кредита, исправные платежи, а после – потеря работы. Тогда и познала все прелести работы коллекторов, признается жительница Астаны. Погасить она сумела только половину от миллионного займа. С тех пор терпит оскорбления и шантаж. Вроде бы как вначале мы договорились, что ежемесячно я буду платить по 10 тысяч. Но до Нового года мне позвонили и начали требовать в очень грубой форме, с нецензурной бранью, с угрозами, чтобы я платила сумму единым платежом. Начали звонить моей бабушке в другой город, которой уже почти 80 лет, у которой больное сердце. Хотя грубить, хамить и даже часто докучать. Коллектор не имеет права. Цитирует закон опытный юрист Азамат Уткушев. К нему нередко приходят с обидами на действия сотрудников долговых агентств. Зачастую, говорит, требуют сумму в разы превышающую ту, которую клиент обязан выплатить банку. Нужно в первую очередь запросить информацию в банке или в той кредитной организации, где он оформлял себе заем. В первую очередь, чтобы твердо знать, сколько он должен, сколько он ежедневно или ежемесячно должен оплачивать по выданному кредиту. Однако же он может перепроверять информацию, предоставленную коллектором. То есть коллектор может иногда злоупотреблять. Такое тоже имеет место быть. При этом, если такие факты, к сожалению, имеют место быть, должник, то есть лицо, заемщик, может обратиться с жалобой в соответствующее подразделение Национального банка Республики Казахстан. В прошлом году в банк на коллекторов пожаловались 240 раз. Наиболее распространенные претензии – давление на заемщика и искусственно завышенная сумма задолженности. В результате в черный список финрегулятора попало 14 компаний. Работа пяти из них остановлена навсегда. Остальным выписали штрафы и сделали последнее предупреждение. Национальный банк проводит анализ по поступившим жалобам, по поступившим заявлениям от населения. Национальный банк проводит анализ выявленных нарушений. Ежемесячно, ежегодно публикует эту информацию, где размещает название тех коллекторских компаний, в отношении которых были применены санкции, которым были выписаны письменные предупреждения, на которые были наложены штрафы. Коллекторская деятельность с новым законом намного упорядочилась, уверяет директор одного из агентств Асхат Сунгатов. При этом говорит, что документ требует доработок. И все же, по его мнению, в Казахстане, по сравнению с соседней Россией, где сжигают дома и избивают заемщиков, ситуация куда цивилизованней. А возникающие отдельные конфликты с должниками связаны с необразованностью коллекторов. Должник, он сам находится в таком стрессовом состоянии, он не знает, что ему делать. Он мог потерять работу, его могли уволить, в конце концов, да, там, по состоянию. То есть, ну, я не знаю, какая-то причина могла произойти, что никто сейчас в нашей жизни не застрахован. Проблема возникает в том, что население не знает, что вышел закон о коллекторской деятельности. Если ты не можешь платить, если у тебя какая-то возникла проблема, на это есть бумага. То есть, бумага все вытерпит, напиши заявление, не могу платить. В законе четко говорится, что при первом контакте коллекторское агентство извещает должника, что он может обратиться к письменным заявлениям. Проблема также кроется в нежелании должников извещать банки о возникших финансовых проблемах, говорят в агентстве. Зачастую заемщики переоценивают возможности, оформляя кредиты. Нередко казахстанцы даже не подозревают о том, что за ними числятся миллионы. В итоге о долгах узнают от коллекторских компаний, которые в последнее время чаще сталкиваются с угрозами в свой адрес. Но санкции по закону пока применяют только в отношении коллекторов. Лагман с сюрпризом. Санитарные врачи Алматы выявили нарушение в деятельности популярной лагман ханы и еще ряда точек общественного питания. Они утверждают, что в блюдах были найдены микробы, а посуда загрязнена бактериями. После порции гуи-ру один из клиентов пожаловался на недомогание. Врачи установили диагноз гастроэнтероколит. Салтанат Шурай разбиралась в ситуации. Эта лагман хана пользуется популярностью. В обеденное время здесь обычно нет свободных мест. Правда, будет ли она работать дальше, пока неизвестно. Санэпидемиологи выявили ряд нарушений и направили материалы в суд. Мы решили выяснить, что же думает об этом владелец лагман ханы. Мужчина, вышедший к нам, представился администратором и комментировать ситуацию на камеру отказался. Сказал лишь, что решению суда противиться не будут. Администратор заведения утверждает, что санитарные нормы они соблюдают. Проводят уборку ежедневную и генеральную по субботам. Мясо закупают качественное и свежее. Вот только санитарные врачи с этим не согласны. Экстренное извещение о единичном случае гастроэнтероколита – это воспаление желудка либо кишечника – после употребления лагмана ГУИРУ привело к внеплановой проверке деятельности предпринимателя. Было установлено, когда специалисты вышли на проверку, что объект функционирует без санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие. Там посадочные места были свыше 50 посадочных мест. Допускалось к реализации, к приготовлению продукта питания и сырье без документов, подтверждающие качество и безопасность, допускались лица без санитарных книжек. То есть принцип товарного соседства не соблюдался. А также то, что специалистами были отобраны пробы ГУИРУ, Лагмана и Подлива. Действительно, в этих пробах были превышения микробного числа, а также посуда была загрязнена бактериями. Лаборанты Национального центра экспертизы редко чему удивляются. Говорят, что находят и кишечную палочку, и микробы, а недавно обнаружили ДНК курицы в котлете местного цеха. Нарушения санитарных норм выявлены еще в пяти объектах общественного питания Алматы. Все они в Алатауском районе. В основном исследуются продукции, которые предоставляют нам сотрудники Департамента общественного здравоохранения города Алматы. Из этих пищевых продуктов идет несоответствие в основном по показателю МОФАМ. Это количество мизофильно-аэробных, факультативно-аэробных микроорганизмов, а также по показателям бактерий группы кишечных палочек. По всем нарушениям санитарные врачи передали материалы в суд. Владелец Лагман Ханы, к примеру, по словам его администратора, уже оплатил в госказну 50 тысяч тенге. Суд же, который решит судьбу их заведения, состоится на днях. Салтанаш Урай, Влад Шишко, телеканал Алматы. 277 ветхих домов снесут в этом году в Бастандыкском районе Алматы. Вместо них построят 99 многоквартирных строений. Об этом на отчетной встрече рассказал Аким района Алтай Рахимбетов. Он также напомнил жителям о программе развития регионов до 2020 года, благодаря которой жильцы смогут отремонтировать фасад, подъезд и кровлю устаревшего здания за счет общего кредита. Уважаемый беспроцентный кредит для проведения подобных работ. Выделяется при условии, что жители этого дома изъявляют желание поучаствовать в этой программе. Выделяются финансовые средства, как я сказал, на беспроцентной основе. Проводятся ремонтные работы и затем жители в течение от 8 до 15 лет производят погашение полученной суммы. 238 квартир выдано молодежи по программе Алматы Жастаре. В 2017-м новоселье отметили 108 семей, а в прошлом году было одобрено уже 130 льготных займов. На решение квартирного вопроса из местного бюджета за это время потратили свыше 2 миллиардов 200 миллионов тенге. За два года мы практически полностью освоили бюджет, выделенный на реализацию программы Алматы Жастаре. 238 квартир выдано по жилищной программе. Желающих получить жилье по льготным условиям было свыше 7,5 тысяч. Такой повышенный интерес, конечно, обусловлен выгодными условиями программы. Программа Алматы Жастаре стартовала в 2017-м году. Тогда молодежи предоставили возможность оформить ипотеку без первоначального взноса суммой 10 миллионов тенге под 5% годовых. Договор о поддержке молодых подписали Акимат Алматы и Жилстрой Сбербанк. Нужно иметь год прописки, чтобы в Казахстане не было никакого жилья и возраста до 35 лет. На сайте Алматы Жастаре есть вся информация. Мы выдаем направление в банк. Если получено одобрение, то никакого первоначального взноса по этой программе не предусмотрено. Волна подростковой жестокости, прокатившаяся по стране, взволновала народных избранников. Депутаты призывают разобраться в проблеме всех, кто работает с детьми педагогов, психологов, полицейских, органы опеки и, конечно, самих родителей. Мажористмен Ирина Смирнова направила запрос премьер-министру, в котором изложила конкретные решения. В чем причина подростковых войн, тему школьных конфликтов с депутатом обсудила Салтанат Шурай. Ирина Владимировна, здравствуйте. Благодарю вас за то, что вы нашли время для нашей беседы. Наша тема, которую мы обсуждаем сегодня, очень актуальная и, к сожалению, злободневная. Детская жестокость. На ваш взгляд, в чем причина ее проявления? Ведь на развитие личности ребенка влияет не только обстановка в доме. Да, безусловно, есть несколько таких мест, где может ребенок получить воспитание. Первое, это, конечно же, семья. И мы понимаем, что семья несет большую ответственность. И, видимо, с семьей тоже не все в порядке и не все хорошо. Так как президент также об этом сказал недавно, что 30% семей наших разводятся, и на это нужно обратить внимание. Второй институт, который занимается воспитанием, безусловно, это школа. Потому что дети приходят в школу, находятся там длительное время. Но и задача школы – это воспитание, в том числе, кроме обучения. Но ситуация сложилась так, что сейчас воспитывать в школе очень трудно. Родители не доверяют воспитанию школе, как это было ранее. Воспитательным моментам уделялось очень много внимания. Проводились различные коллективные дела. Как вы помните, и ребята во время коллективных дел получали опыт взаимодействия и общения. Они знали, как выйти из какой-то проблемной ситуации. В этих коллективных общениях возникали свои правила, которые формировали сами ребята и жили по правилам. И из зоны правил они не выходили. Когда таких дел общих нет, в особенности, когда уже ЕНТ возникло, и когда только оценивалась и школа, и работа учителя, и деятельность самого ребенка, будет он учиться платно или бесплатно в вузах. Все это оценивалось только тем, как он сдаст тестирование. И общественная работа стала никому не интересной. Ирина Владимировна, вы педагог по профессии, были завучем по воспитательной работе, долгое время возглавляли школу-лицей. Скажите, в вашей практике было ли так, что случались конфликты в школе? Как вы их разрешали? Вообще очень важно, чтобы в школе активно работал завуч по воспитательной работе. Психологи, социальный педагог. Чтобы в школе было истинное самоуправление, когда ребята выполняют определенные функции. И на них они не только имеют право их выполнять, они на них возложены, и это их зона ответственности. Обычно, когда возникали такие моменты, я очень быстро об этом узнавала. А в первую очередь узнавали всегда завуч по воспитательной работе, потому что ребята передавали эту информацию завучу и говорили, что вот там произошло вот такое-такое событие, и уже через какую-то минуту или сколько-то мы оказывались там. Кроме того, с ребятами нужно говорить, что если это происходит, то нужно все-таки определенным образом реагировать и разнимать. Раку или звать на помощь и так далее. То есть рассказать им, как быть в такой ситуации. Потому что когда ребенок является свидетелем этого, он просто оторопел и не знает, что делать. А ведь он может просто-напросто просто закричать, позвать на помощь и прочее. Этому тоже нужно научить. Вы направили депутатский запрос в адрес премьер-министра, где указали ряд предложений. А также отметили, что в воспитательном процессе необходимо применять новые методики, новые практики. Давайте остановимся на этом подробнее. Я думаю, совершенно другая жизнь должна быть в психологической службе. Эта служба должна быть современной. И психологи должны владеть практикой взаимодействия с подростками. Чего нет на самом деле. Сегодня квалификация психологов в школьных достаточно низкая. Получение практики – это очень дорогостоящие вещи. Поэтому Министерство образования и науки сегодня нужно взяться за повышение квалификации психологов. Важная роль у социального педагога, который должен изучать каждую семью и сигнализировать о том, что происходит, и менять ситуацию. Если в семье не хотят отвечать за воспитание, если ребенок там находится в ужасающих условиях, как мы недавно узнали в октау, три девочки жили с папой в страшных условиях, и мало того еще папа насиловал этих девочек. Таких девочек надо было изъять. Об этом должны знать и кто занимается опекой, социальный педагог, и завуч по воспитательной работе. То есть мы должны все это делать постоянно. Мы должны проводить коллективные игры с учащимися. Может быть, во время урока. Может быть, проводить их, выходя в музеи, выходя в театры, взаимодействуя с людьми в обществе, в самых разных ситуациях. То есть все это нужно делать. Надо вспомнить о своих обязанностях каждому, кто работает с детьми. Ирина Владимировна, благодарю вас за обстоятельное интервью, за то, что вы нашли время с нами встретиться. Удачи вам во всех начинаниях. Спасибо. Вы смотрите новости на телеканале Алматы. Мы продолжаем выпуск. Европарламент признал самопровозглашенного президента Венесуэлы. Вслед за США, Канадой и рядом стран Латинской Америки. За принятие полномочий оппозиционера Хуана Гуайда проголосовало 439 депутатов против 104. Тем самым усилилось международное давление на социалистического лидера страны Николаса Мадуро. Я с удовольствием объявляю, что Европейский парламент признает господина Гуайда легитимным исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Европарламент – это первое европейское учреждение, которое приняло такое решение. Мы попросим страны-члены и верховного представителя как можно скорее сделать то же самое, чтобы наша европейская позиция была единой и сильной. Евросоюз возглавит координационную группу стран, которая займется разрешением кризиса в Венесуэле. От ЕС в ней будут участвовать правительства Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии. Также в нее войдут Боливия, Квадор и другие латиноамериканские страны. Цель международной контактной группы ясна – позволить венесуэльцам свободно и демократично выражаться путем проведения новых выборов. Это очевидно как день и ночь. Кроме того, ЕС рассматривает возможность введения в отношении Венесуэлы экономических санкций, включая заморозку активов, если диалог с Николасом Мадуро не принесет результатов. На сторону властей Венесуэлы встала Россия. Также Николас Мадуро говорит, что его поддерживает армия страны. Свой второй президентский срок он начал 10 января. Оппозиция и ряд стран не признают легитимности недавних выборов. В Китае началась самая массовая ежегодная миграция. Миллионы людей спешат попасть домой на китайский Новый год, который в этом году наступает 5 февраля. Празднования продлятся до 20 числа. Большая часть страны на это время уйдет на каникулы. Из Янтая в Пекин ехать 12-13 часов. Из Пекина в Циньхуандао около 3-4 часов. Путь не близок, билеты достать сложно. Но мне все равно нужно попасть домой на китайский Новый год. Праздник весны – это единение. Нужно отмечать китайский Новый год дома. По традиции, китайский Новый год отмечают за столом в кругу семьи. Как ожидается, в период до 15 марта китайцы совершат около 3 миллиардов поездок. Путешествие займёт у нас три дня. У меня много багажа, а дорога утомительная. Но мы в хорошем настроении. Мы попадём домой третьего, поэтому мы очень счастливы. У меня уже есть билеты на поезд. До Цзянси ехать около 18 часов. Я очень счастлив поехать домой. В качестве хозяйки года жёлтую земляную собаку сменит жёлтая земляная свинья. Алмаз размером с куриное яйцо выставили на аукционе в Нью-Йорке. Его вес – 552 карата. Это самый большой алмаз из когда-либо найденных в Северной Америке. Драгоценный камень обнаружили в Канаде на месторождении Ндаявик. Его цвет определили как фантазийный жёлтый. Самое привлекательное в камне – это то, как он светится. Прекрасный жёлтый цвет. Он меня просто притягивает. У нашей компании есть и другие кимберлитовые трубки, из которых добыли несколько замечательных жёлтых алмазов. Но этот обладает удивительным сиянием. До обработки алмаза изучат специалисты из США, Израиля, Бельгии и других стран. Они не определяют, насколько камень ценен. До тех пор компания-владелец не сможет озвучить стоимость камня. Для меня он вообще бесценный. Я очень люблю природные необработанные алмазы и даже не хочу, чтобы его огранили. Мне кажется, он прекрасен и так. Пока мы не устанавливали цену. Новые казахстанцы не поедут на чемпионат Азии в составе национальной сборной. Речь идёт о кенийских легкоатлетах, получивших недавно бирюзовый паспорт. Нора Джерута, Каролин Кипкируи, Дейзи Джепки Мэй, Шедра Коуч. Темнокожие бегуны, в очередной раз столкнувшие непримиримых оппонентов. Одни совершенно не против натурализации и усиления сборных. Другие ратуют за развитие отечественного детско-юношеского спорта прежде всего. И новым казахстанцам не рады. Алтаншар Смагулова наиболее актуальные вопросы задала признанному и хорошо известному болельщикам-эксперту. Все аргументы «за» и «против» натурализации привёл спортивный комментатор Сергей Райлян. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, расскажите, натурализация – это всё-таки оправданно и необходимо, или это в своём роде отнимание хлеба у своих же спортсменов? Ну, здесь нужно всё-таки посмотреть, для чего делается натурализация спортсменов. Как правило, для того, чтобы закрыть какие-то проблемные позиции. Если мы говорим о сборных, командах по разным видам спорта, то это чтобы те места, которые слабые в этих командах, чтобы их закрыть более сильными спортсменами из других стран. Но в то же время здесь нельзя слишком увлекаться натурализацией, потому что действительно это ведёт к тому, что в этой дисциплине, в этом виде спорта, где выступают натурализованные спортсмены, получается, что подготовка резерва уже идёт, скажем так, не столь качественно. Если у тебя есть уже спортсмен, то зачем особо мучиться, и готовить для него резерв из национальных кадров. И это может привести к тому, что вот эта гонка натурализации, скажем так, она приобретает уже масштабы, когда не остановить, и когда уже руководители считают, что им легче будет пригласить какого-то зарубежного спортсмена, чем воспитывать своего. Вот эту нужную грань очень тонко чувствовать, чтобы вот этого не происходило. Футбол, теннис, биатлон, бум натурализации в Казахстане случился лет так пять назад. И за это время, на ваш взгляд, смогли ли новые казахстанцы, так сказать, оправдать своё приглашение? Если в плане завоевания каких-то медалей, какого-то имиджа для казахстанского спорта на мировой арене, то да, отдельные приглашённые спортсмены, они себя оправдывают. Но если за спиной этих легионеров, этих натурализованных спортсменов нет своего резерва, то есть если их натурализация не приводит к качественной работе тренерского штаба по подготовке, скажем так, импортозамещения, да, вот в данном случае людскими ресурсами своими, то в этом случае, конечно, мне кажется, смысла не было приглашать. То есть мы о себе заявляем на мировой арене за счёт иностранцев, но при этом свои кадры не готовим. Ну и последний пример с кенийцами. Неужели в нашей лёгкой атлетике дефицит кадров? К сожалению, это так. Наша лёгкая атлетика на азиатских играх, в частности, выступила совсем не так, как раньше. И кадровый дефицит действительно заметен, и особенно вот в тех дисциплинах средней дистанции, на которые пригласили кенийских спортсменов. Но, с другой стороны, есть определённое опасение, что теперь тренеры, которые готовят средневеков, они уже не будут работать столь тщательно, столь ответственно, понимая, что как бы не готовили они спортсменов, то они по уровню всё равно не дотянут до кенийцев, у которых школы есть определённые. Кенийцы просто объективны сильнее в силу своих физиологических возможностей. Ну и получается, что у тех ребят, кто как-то мог бы поспорить за место в сборной, у них уже шансов не остаётся на это. Не кажется ли вам, что спустя столько лет после приобретения независимости банальное перенимание опытом звучит как оправдание? Оправдание тому, что в некоторых видах спорта так и не смогли выстроить систему? Ну, в этом вопросе я с вами позволю не согласиться, потому что любой вид спорта, он движется, с каждым годом совершенствуется, и определённые страны за счёт каких-то новых методик, они вырываются вперёд, и в данном случае нет ничего зазорного учиться у них, так же, как и учатся и у нас в том же боксе, наш опыт перенимает другие страны для того, чтобы им расти. Точно так же и мы, сотрудничая с другими федерациями, с федерациями, национальными федерациями других стран, мы тоже многому учимся, мы посещаем там различные семинары, обмениваемся опытом тренеров. То есть это такая интеграция мирового спорта, когда, если мы не будем учиться, будем только в своём соку вариться, то мы, не принимая ничего извне, мы не будем прогрессировать. Благодарю вас за беседу. Спасибо. На Шимбулаке сошла лавина. Видео распространяется в соцсетях. Ранее в ДЧС предупредили о совместных учениях на горно-лыжном курорте, в рамках которых и планировались профилактические спуски снежных лавин. Завершатся работы 2 февраля. Пока же доступ на Шимбулак ограничен. Любители горного отдыха и катания в департаменте попросили отнестись к этому с пониманием. В Алматы снег убирает свыше 2000 рабочих. Особое внимание не уделяет очистке тротуаров и остановок. Техники достаточно, а противогололёдных материалов тоже. Продолжатся ли осадки в ближайшие выходные, прямо сейчас расскажет инженер-синоптик КАЗ «Гидромета» Даулет Кисибаев. Добрый вечер. Дождь в последний день января удивил многих. Скажите, нормальное ли это явление для зимы? Добрый вечер. Дождь в прошедшем четверг это нормальное явление, которое климатически обусловлено в нашем городе. В этом январе это уже третий случай, когда отмечался ливневый дождь. Поэтому это все нормально. А каким по прогнозам выдастся февраль? Снежным или теплым? По прогнозам отдела долгосрочных прогнозов, температура города Алматы ожидается около нормы. Это примерно около 3 градусов мороза. Осадки также будут в пределах нормы. Но их прогнозируют где-то в конце и в середине первой декады и в середине второй и в начале третьей декады. Скажите, что планировать алматинцам на выходные? Сидеть дома или погода все же даст насладиться прогулками? В ближайшие годы в городе Алматы малооблачная погода без осадков. Температура в городе ночью будет около 5-10 мороза. Ночью и днем около 0-5 мороза. Также в горных районах будет без осадков. Временами туман, гололед. Температура в горных районах на 5-10 градусов ниже, чем в городе. Поэтому любителям горнолыжного спорта и культ похода в горы самое время можно идти кататься и гулять. Порадует ли нас погода следующая неделя или все же брать с собой зонты? Говоря о будущей неделе, можем сказать лишь, что будет понижение температуры ночью от 0-10 до 15-20 мороза и днем понижение температуры будет от 0-5 до 7-12 мороза. Если говорить об осадках, то 5-6 февраля в городе будут прогнозироваться осадки, туман, гололед. Благодарю за прогноз погоды. Напомню, на связи с нами был инженер-синоптик КАЗ «Гидромета» Даулет Кисибаев. А на этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова